Путепроводную развязку над железнодорожными путями капитально приводят в порядок уже два года. Автомобилисты, кажется, уже привыкли к постоянным ограничениям движения на этом объекте. Но совсем скоро все неудобства закончатся. За столь длительный срок на мосту проделали действительно колоссальный объем работ. Были произведены ремонт несущих балок, опорных конструкций, проведена гидроизоляция всего сооружения. Из таких интересных фактов сам путепровод приподнят на 20 сантиметров выше. Это требует новые технические требования РЖД. На сегодняшний день подрядчик уже приступил к асфальтированию полотна дорожного. Остались финальные штрихи. Оборудовать спирильные ограждения, установить отбойники и опоры освещения. А также укрепить участки дорожного полотна возле деформационных швов с помощью полимер-бетона. Это позволит конструкции надолго сохранять прочность даже при интенсивной эксплуатации. Кстати, теперь на мосту появились комфортные широкие тротуары для пешеходов и маломобильных граждан. Полностью объект сдадут в ноябре. Недолго осталось ждать и вердикта по состоянию ванта Октябрьского моста. Альпинисты, которые находятся на вантах, они занимаются снятием стяжек, которые удерживают ванты вместе и продохраняют их от вибраций в связи с передвигающей транспортным по мосту и погодных условий, например, ветровой нагрузки. А также ассистируют нам в проведении данной работы. Также альпинисты, перемещаясь по вантам, производят визуальный осмотр данных вант. Напомним, к обследованию вант столичные эксперты приступили две недели назад. В работе задействовано специальное оборудование – дефектоскоп. С помощью него предстоит обследовать 32 стальных троса из 128. Пока критических разрушений конструкции специалисты не обнаружили. Проведены работы по вскрытию мест прохода вант через тротуарное покрытие. И сразу же мы работы синхронизируем по содержанию мостов. Сейчас идет замена вот этих вот узлов прохождения через тротуар. Их герметизация и уплотнение, чтобы мост мог еще отработать положенное время до начала работы по капитальному ремонту. На капитальный ремонт Октябрьский мост встанет сразу после ввода в эксплуатацию Архангельского. Уже в следующем году движение личного транспорта по этой переправе будет ограничено. Что же касается обследования вант, окончательный вердикт по каждой конструкции столичные специалисты предоставят в ноябре после проведения всех экспертиз.